Друзья, всем огромный привет! С вами Intel Russo. Это Тренин Торны под номером 4. Это четвертьфинал, где на карте Secret Valley встречаются Sonic и Nicker. Не удивляйтесь, что завидев такую игру, я тут же сделал стоп-старт, потому что эту игру я хочу обязательно записать и выложить. Потому что игра... Я не знаю, будет ли она какой-то контактной, или наоборот будет унылой, будет ли быстро и медленно. Но и самое главное, то что... Просто банально по именам. Банально по именам. Sonic, Nicker. Вдумайтесь, да? Еще в чем самая такая интересная тема, то что это всего лишь четвертьфинал. Так что кто-то из этих игроков, которые реально и тот, и тот, мог спокойно претендовать на победу в этом турнире. Кто-то из них обязательно отправится домой, выражаясь футбольным слендером. Дело в том, в чем? Мало того, что это Бо-1, это еще и Single Elimination, то есть реально сейчас решается достаточно многое. Игра... Я так, я не знаю пока, но я могу предположить, что реально игра идет до первой ошибки. Потому что оба игрока такого уровня, что ошибок не прощают. Но единственное, что я могу заметить, Nicker не стал извращаться никакими рандомами, просто спокойно начал играть за эльфов сразу. Ну, он понимает то, что соперник не тот, против которого можно рандомом играть. Приходит разведка от Соника и не видит шарик нигде Аова. Кстати, Аова у Nicker и правда нету. Он развешивает виспов по всей карте Nicker. Тут тоже разведка от него пошла. А здесь Аов у Соника есть, да? Как всегда Арчерка, сейчас Арчерка выйдет, Арчерка отманим, Барак выкопаем. Все известно давным-давно. Демон Хантер против Потмы. Я болею за Nicker. Хантер с Холла, Аов. Коты. Коты с Потмой. Слушайте, я реально болею за Никера. Не потому что там он мне больше нравится или что-то. Я достаточно ровно отношусь к обоим игрокам. Суть в том, что... Атма, это не банальный баянистый демон, друзья. Это все. Мир перевернулся. Кстати, я на самом деле так вот уже достаточно много игр Никера я видел и могу заметить и отметить то, что... Ну, реально как бы часто достаточно Никер играет Потму. Точнее не то, чтобы даже в Потму Никер не так часто, как остальные эльфы играет в Демон Хантера. То есть он играет в Рейнджерку, например, на Эхуайлз. Он на многих картах, в том числе на Мелтингвэлле и очень часто. Он играет как раз в Priest of the Moon. И демону выпадают когти почти второй уровень. Потма нулевая. Видит шарик, начинает шарик атаковать. Ну, правильно, на самом деле Никер все делает. У него коты. Они, естественно, боятся. И убивает шарик, шарик не диспелится. Вот так вот Соник закроет. Да, Соник законтролился, похоже. Правильно, на самом деле, Никер все делает. Потому что ему сейчас надо тянуть время. Однозначно. Потому что у него коты намного позже, чем Арчерки. Я что-то понять не могу. У него есть 20 лимита. Он приходит резать шарики. Отменит этот Мунвелл. Я одно понять не могу. У него 20 лимита. То есть и котов он не делает. То есть это либо у него 20 лимита шариков. Либо где-то есть один код в скрыти. Судя по количеству шариков и по отсутствию кота. Это реально кот. Никер немного фейлит. Два раза уже мог спокойно отменить Мунвелл. И вот сейчас отменит этим мистром. Да. Тем не менее, ценой отмены этого Мунвелла и убийством одного шарика он лишился, по большому счету, всей маны, почти всех хитпоинтам. Так, кот, который Апатма прибегает в магазин. Свет покупает. Перекупает, сказать даже правильнее. Так, а демон ждет сапогов. Есть, да, деньги на сапоги как раз были. И бусов спит покупать. Шарик прилетает. Что шарик видит? Вот только сейчас первого кота заказывает Никита. По-моему, немного поздно. То ли забыл, то ли по деньгам так не выходило. То, что Мунвелл второй раньше поставил. Буквально с одним Мунвеллом. Единственное, конечно, за счет вот этого фонтана, у него сейчас отмалу не 150 хитов имеет, а 350. Это куда лучше. Сейчас Никер начнет помаленьку божить с пересаживанием шариков. Так, а там, кстати, внизу что-то бегает. Там Арча гоняет еще один шарик Никеровский. Надо ему сейчас контролить очень сильно во всех местах карты. Ну, во многих, да? Отличиваем шарик. Надо высаживать. Уже готов. Пересадили. Все нормально. Да, здесь все-таки Арча шарик таки убила. Жаль. Бегает демон, но демон второго уровня, конечно. Минус один мячик. Мячик при том взорвался. Берн. Ну, тяжкая реальная ситуация, потому что отбиваться от демона нечем. Одной под мой первого уровня без маны с 25 экспириенсами отбиваться от второго демона, у которого еще есть два Берна, у которого второго уровня с когтями, с сапогами. Это реально нифига не круто. Контролит, конечно, очень хорошо Никер. У него уже, можете наблюдать, почти полный рудник вообще не какущих мячиков. И убегает демон своим ходом. Чего так дерево дружески по плечу ударило, чтобы он еще приходил. А здесь что? А здесь две лорки пошли. Здесь, в принципе, тоже Т2 есть. И тут две ветрянки, скажем так. Как он называется так? Ancient of Winds. Вот так вот. Ну, круто. Никер-то вообще, однако, нестандартен. Потому что после Хантерс Холла такого, быстрого Хантерс Холла, но Т1 сразу же выходить в две ветрянки, это достаточно интересно, да? На город напали. Необычно. Магазин отменят, отменят соник у магазин. Здесь что? Здесь кот на что-то. А, шарика кот убил здесь бегал. Тут демон пытается отменить древо ветров, но я не думаю, что у него это получится. Очень много делается, кстати, грейд на атаку. Медведит рядом. Да, отменил один аов. Ну, вы понимаете, да? Здесь, кстати, патма вторым героем. Вот так вот от соника. Сегодня какой-то день котов. Это круто, на самом деле. Здесь надо постараться, конечно, у нас спасти. И, возможно, даже спасет. Более, что подмал уже вышло. Интересно, что она прокачает. Должна стрелу убрать, я думаю. Шарик здесь лечим. Демон, я вижу, по карте возвращается. И там, кстати, смотрите. Да, такое древо ветров от никера. И находит его соник. Соник МХ. Никер, конечно, на самом деле очень аркадно играет. Очень интересно и необычно, учитывая ту ответственность, которая сейчас реально на нем лежит на такой стадии турнира. Это достаточно интересно. Сейчас можно убить АОФ, после чего переключиться, кстати, на магазин. Магазин снести, но очень битая патма первого уровня. Минус АОФ. Здесь всего два кота. Здесь уже есть первая дряда. Значит, начнется штраф. Не будем рисковать. Так. Вылечивается сониковский демон на правом нижнем фонтане. День, кстати, сейчас наступит. Так что ему надо лечиться быстрее и, в принципе, убегать. Потому что сейчас вот эти товарищи проснутся и настучат ему по шапке. Особенно дракон любит этим заниматься. Так, сверху вниз. Дракончик. Дракончик. Кот. И еще дракончик. Вот так вот. Интересная достаточно связка юнитов от Никера. Учитывая то, что у него нету второго героя. Ауру прокачала патма Соника. Да. Интересная игра, безусловно. Складывается еще один дракончик. Здесь Т2. Тут будет мастер 2. Типа дракончики с котами. Типа соло под мы. Реально очень интересно. Став появился. Отманивает под мамонстров. Как-то не отманивает, а просто агрит на себя. За это терпит. Там опять бежит демон хантер. Бежит сапогами второго уровня. Когти плюс 9. Демон заберет. И демон себе когти еще забирает. И троля демон, по-моему, уже тоже добил. Ну, какая-то достаточно просто очень странная стратегия, скажем так. Ага. Тут демона начинает бить, но как бы... Как бы ему пофиг по большому счету. Потому что он реально сапогами. Здесь, конечно, вторая под ману. День, 90 хитов, 5 маны. Это немного от колодцы были. Ночь запустили мы. Ночь, при том, судя по всему, запустила вот эта патма нижняя. Тут масс-дриады. Масс-дриады против кота драконов. Интересно, да? По крайней мере, очень необычно, скажем так. Хотя есть, в принципе, Т3. И что по грейдам? Тут 0-0. А у Никера, Сиаруси Никера, 2-0. Ага. То есть дракончики такие крутые. Дракончики, думаю, что они вирмы. Там, кстати, такой подлый Огар-воин спалил дерево. Ну, как бы дерево он давно уже видел, Соник. Но Огар так к нему сходил. Дракончики просто думают, что они вирмы. О чем еще можно думать, если это дракон? Согласен, да. Улетает дракон, улетает. Тем временем крепится Никер, Соло подмусы и крепит. Нет уже второго героя? Вроде нету. Да, еще один Древний Трок достраивает. 44 лимита на 50. Соника больше тут подмани. Какая у него хорошая айтем. Покупает свиток инвул. Огила падает. Большая бутылка хитов. Это тоже хорошо. Ну, и здесь понятно, что здесь убегать надо, потому что вот с этим лучше не встречаться. Сейвен дракончика над лесом. Хорошо. Дальше что? Отма битая очень. Это реально плохо. Кобот Соник бегает, ищет Никера, а найти-то не то, что не может. Он знает, что он где-то рядом поймать не может. Это у него сейчас 50 лимитов, ровно Дриад. Второй демон, вторая патма. Сколько? Один став всего. Все равно достаточно. У него ситуация, конечно, нет, у него ситуация хорошая. Тем более я вижу желтый пиксель на экране. Да, это экспанд. Это экспанд. Учитывая то, что у Никера всего с 48 лимитами экспанда нет. И очень битая патма у него. Короче, ну так вот на скидку могу сказать, потому что реально получше же сейчас ситуация у Соника. Однако, учитывая, как Никер может божить микроконтролем во время батла, я еще не абсолютно не говорю, что это там чечи или что-то подобное. Некуда серклетку положить. Реально некуда. Великолепный девайс у подмыть. Ни один выкладывать вообще не хочется. И серклетка такая останется. Войска вступили в бой. Тем более здесь гоняет дракончик шарик и приходит на базу к Никеру с Соник. Сайми пятью-десят шестью лимитами. Двумя дрядами он из лимита вышел. Да, но они только строятся. Вот две дряды есть. Сейчас еще 58. Минус Moonwell раз. 49 из 40. То есть из лимита выйти-то Никер вышел. В смысле в 50 успел выйти. Ну толку. И начинается просто фокус фаер по каждой дряде. Здесь великолепный став. Патму гоняют. Патма терпят. Патма четвертого уровня. Теперь фокус став по Патме. А, у нее есть лечение. Да. Ну слушайте. Я могу как бы сказать, что очень хорошо входит вообще в Патмунта. А ставка. Став наоборот у нее. Телепорт у демона. Реально Никер как бы пилит. Притом так откровенно сильно. Тем более, что нету арбы у демона. И вообще как бы ничего хорошего особо. Я так смотрю на эту игру и понимаю то, что я буду вообще теперь играть за эльфов только в Патмунт с дракончиками. Подходят дриады. Тут же великолепный свиток читает Никер. Великолепный. И просто дриады умирают. Дриады умирают. Они как бы гонят. И уже 52 лимита. То есть сколько раз он достраивал? 52 лимита. Учитывая, что две дриады строятся. 49 на 50 став ставом, но толку. Реально дриады очень сильно терпят, учитывая, что нету ни одного у них даже грейда еще на защиту. Минус еще одна. Нет плюс дриада, минус одна, минус вторая. Ну уже 14 хитов. Да. Тут коты, коты, конечно, терпят. Патма уже пятая, уже пятая Патма. У нее третья аура меткости. Зачем-то дракончики. Ну дракончики правильно, хотя вот должен вот это было дело спалить. Тем временем он сам экспант ставит. Очень грамотно. Достраивает арчей, достраивает дракончиков. Слушайте, никер-то, конечно. Никер не человек, никер машина для убийства. Грейды 2.1. Ой, талонов хотел сказать у дракончиков. Надо полечиться. Нет, он решает закрепиться. Хотя ему это ничего, кроме денег сейчас и айтема не даст. Молимся на хороший айтем. Что там? Одеяние мага. Прекрасно. Конечно, может быть не так хорошо, как могло бы быть, да? Что-нибудь там, типа, например, те же самые кельтолазские сапоги, да? Но все равно. Нашли, кстати, дряды экспант. Это плохо. А идет тем временем никер убивать. Сониковский экспант. Набрасывается на рудник. И он... Рудник, по крайней мере, он точно убьет? Рудник он точно убьет? Его лечи, не лечи. Да, тут шарики от залпа вообще умирают. Прибегает демон. Маноберн на 2. Есть 2 арча, арчухая. Демон второго уровня. Что-то ничего здесь хорошего сделать не может. Конечно, отменили экспант, да, никеровский. Но учитывая то, что... Ну, он как бы еще не успел себя настолько... Там, что-то не шариков, а в леднюю дело. Конечно, дерево пришлось отменить. Это беда. Кстати, разделяет дракончиков никер. Одни гоняют шарики, другие убивают. Реально убивают древо жизни. Вот так вот экспант отменяется. Здесь дракончиков сейвить надо. Над лесом, чтобы... Часом дряда их тут всех не поубивали. Аккуратно, аккуратно. Два экспант падает. В бой. Пятый уже с половиной Патма. Да. Тут прибегает против пятой Патмы только второй демон. Давай. Куда, интересно? Он начинает... Дракончики убивают. Что убивать? Не понимаю. Патму убивают. Патму, дряд. Дряд, конечно, дофига. 53 на 53. Минус Патма. Ой, Патма, блин, говорю. Минус дряда. Раз, минус дряда, два. Просто проходит, получается, один фокус фаер. И как бы все. И дряда одна отваливается обязательно. Третий уровень. Наконец-то только сейчас демон получает шестая Патма. Вот прямо хочется, чтобы была мана у нее, чтобы закончилось все звездопадом на базе у Соника. Ну, никер, конечно, тащу. Никер это что-то. Так, здесь продолжает сражаться, блин, Патма против кота. Очень долго достаточно. Забыл просто про Патму, видимо, Соник. Либо пытался реально катал убить. Здесь дряды снова отменяют. Древо жизни. Экспанд. Да, два героя, конечно, против одного. Ну, одного шестого уровня шестого. А тут снова прилетают дракончики. Дракончиком бы, конечно, хотелось третье грейд на атаку, но делать ради этого Т3, конечно, не будет. Сидит в лимите, кстати, постоянно. Никер, в отличие от того, что... Был момент, когда я видел, мне, 53 лимита было. Ну, просто Соник-то постоянно из лимита выходит, и Экспанда при этом лишается. Еще раз, по-моему, древо тут отменили. И, короче... Короче, Экспанда так, похоже, и не дадут спокойно Никеру поставить. Ну, 41 на 49. Реально просто больше. Никера. С одной, вот это Патмой убийцы. Да, Патма вылечила ману. Купила свиток еще в магазине. Строит арчорок. Толго она встроит, господи. Медведи пошли. Да, пошли медведи. А там талоны. Потому что дряд... Правильно, как бы, вообще Никер делает все, ну... Настолько точно и грамотно, и правильно. Потому что Соник видит дракончиков. Логично, что он перестает при этом делать дряд. Потому что дракончики, как бы, в массе дряд убивают. Это, как бы, вполне так очевидно. Он начинает делать медведей. Дракончики, которых не сильно боятся. Но суть в том, что предугадал, наверное, это и перешел с талонов. И вот он, звездопад, который я хотел. В инвизе забежал, а Патма и начинают звезды падать. Звезды падают. Шарик унака по голове. Звезды шарик разваливается. Здесь фокус под демон. С той еще маны есть и Патмы. Звезды сыплются с неба. Все умирает. Ну, как бы, я, конечно, утрирую. Ничего, еще пока что ни одно здание даже не упало. Ну, красиво. Это просто красиво. Блин, дайте мне скрин с этого. Это что-то, конечно. Да, красиво. Редко мы это видим. Я готов на это вечно смотреть. Минус Мунвелл первый продолжается. Запад демон, конечно. С арбой, блин, это совсем другое дело. Никто, кстати, Патму не трогает. Она спокойно сыплет с неба звездами. Тут, кстати, терпят и при этом тряды, которые что-то подошли. И медведю на голову тоже упало. Свиток от Патмы был, по-моему. Нет, показалось мне. Медведь тоже распадается на самом деле. Нет, его Стаффит, но Стаффит, Стаффит, он должен умирать. Ну, второй, седьмая Патма, свиток от Патмы. Минус еще. Тут подходит, правда, талон распадается, который пришел. Его никер не доконтролил, но он был увлечен, видимо, другим. Ну что, мы имеем вторая стрела, вторая аура, ультимейт, седьмая, по соло Патма. Тут, конечно, демон, блин. Ну, третий, ну, подрежу вам, но третий. Минус Мунвелл раз. Можно убивать минус Мунвелл, делать два. Восьмая. Ой, нет, восьмая. Я думал, это восьмая, четвертая только. Желтая, Сониковская, Пульс of the Moon. Минус еще один Мунвелл. Ужас. Что вообще просто, что делает? Что никер творит? Минус Медведь будет. Его даже можно Стаффить, но толку Стаффит-то он все равно здесь же прямо окажется. Ну да, посейвили. Дракончиков тоже там на каких-то вообще на 20 хитах он сейвит. Сумасшедшая абсолютно игра. Она обязательно появится в записи. Минус код. Минус будет талон один, да. Соник медленно как бы пытается отковыряться, но реально здесь сложно что-либо сделать, потому что 30 на... Хотя на 34 всего Демон уже четвертый, даже чуть больше. Четвертый чуть больше, но седьмая Патман. Можно вот это, кстати, Мунвелл, например, убить, да? И тут, кстати, две дряды, как убили, стоят, смотрят. Как убили они... Экспанд, так они там и остались. Просто забыл про них. Да, вот только сейчас про них Соник вспомнил. Правда, там одна дряда вообще не живая. Кто, кстати, может, рискует реально очень сильно умереть. Патман желтый. Так, а делается, кстати, интересно ли играть на Циклон вообще или нет? Нет, конечно. Да, вот срезают путь дракончики, начинают еще один залп и Патма умрет. Отлично. Минус четвертая Патма. У Никера уже почти восьмой герой. Соло-герой. Тут, блин, убивают Арчурку. Дракончики прилетают мстить, и Арчурка сейвится. И вообще, что происходит? Арчур хоть добей сам. Ну, не давай опыт. Вот что ж ты не добей? Не засейвил бы никак. Короче, хаос полный на базе тут. У Соника все. Какое-то красное, горелое. Медведь сидит по сторонам, смотрит. Патма только воскрешается. Один демон пытается. Демон под Реджувом. Блин, Реджув контрить надо, реально. Вот тут ничего сказать не могу. Прилетели дракончики лечиться. Реджув контрить надо, потому что реально имба какая-то. Так, здесь сейвим дракончиков. Ничего стараемся не отдавать. Берн еще один. Патма пропускает. Но демон при этом даже под фонтаном потерял половину жизни. Тут вообще три абсолютно никаких дракончика. Что никер творит? Нет, демон, конечно, страшный. Когти 6, когти 9. Арба, сапоги. Ну, страшный такой демонхантер. Дракончики делают грейд. Поискар сгубили в бой. На единение с природой, потому что сейчас уже закончится мейн, и дерево будет перекапываться. Здесь шарик делается. Да. Так, здесь летает дракончик. Прочекал экспанд. Экспанда не увидел. Его демон бьет. Думаю, дракончик спасется. Так, а где никер? Вот вижу никера немного. Вот еще вижу никера побольше. Вот еще вижу никера. Нихер по всей карте. Соник за ним бегает. Крипов осталось только две красные точки на карте. И, кстати, нет еще две зеленые в центре. Вот эти вот маленькие. Здесь зеленые. Значительных точек только две красные осталось. Ну, отковырялся Соник-то. Отковырялся на базе. Музелов отстроил. Лимит теперь отстраивает. Патма скоро выйдет. Я боюсь, как бы это боком не вышло никеру. То, что он сейчас по карте бегает. Не то, чтобы ничего не делает. Инвиз хотя купил. Это будет наверняка опять же забегание внутрь базы. И звездопад. Здесь убивают дряду. Да. Вот бежит никер. Тут Патма как раз выходит, ждет. Сейчас никер забегает в центр базы. И понеслась. Звезды с неба падают. Вот там дракончики летят сюда же. Да, там. Ничего не теряем. 48 никера на 31 Соника. Сразу же будет минус Мунвелл, из которого даже никто не выпил. Раз. Можно сделать тут... Заканчивается мейн в это время. Голды, правда, не там, не там нету. Тут сумасшедший какой-то звездопад. Ну, Риджуф, Риджуф тащит. Реально. Минус медведь. Что вообще происходит? Страшно сказать. Ну, все звездами, короче, засыпает. Здесь шарики уже перелетели. Мейн идет. То есть, сникер... Ну, и АОФ так рядом с ним прогуливает. Сникер, помимо того, что контролит батл, еще успевает деревом гулять. Читает свиток. Делает минус Мунвелл раз. Делает минус Мунвелл два. Можно сделать с этим спокойно минус Фантерсвулл. Он продолжает бить демона под Риджуфом, но это не есть хорошо, потому что демон реально лечится очень сильно. Тем более став есть у Батмы на самый крайний случай. Минус медведь. Будет же или нет? Да, минус медведь. Просто залп дракончиков медведь не пережил. Можно вот это убить. Да, здесь убивается Хантерсхолл дракончиками. Другая партия гоняет демона. Можно убить спокойно алтарь, горницу. Минус еще один дракончик. Только да, так что... Ну, восьмая Батма. Страшно сказать, реально восьмая. С два медведя, но два медведя без маны. А нет, вот был еще один с маной, который успел опять же Кинтриджуф. Сколько уже демон выживает. Просто сколько раз он должен был, обязан был умереть. Но, тем не менее, откидывается медведь раз. Здесь нычка перекопалась. Яов, если что, рядом так стоит. Отступает, на самом деле, Никер. Потому что у него очень красные дракончики. Он понимает то, что у него экспант делается, скажем так. У соперника нет. Только сейчас у него пошел гулять Яов. Притом... Ой, Яов. Древо Вечности пошло гулять. Притом оно без грейда. На базе осталось Мунвелл, Алтарь, Додвилорницы. Прибегает демон на водопой, где отпиваются дракончики, отдыхают. Ну, что-то зря он прибегает, потому что он реально очень сильно терпит. Ну, там став был, конечно. Его ставят, но зато при этом Патма очень сильно рискует. Да, здесь битый демон. Лечиться негде. Один всего колодец. Медведь, хотя есть, но медведь без маны. Патма тоже очень битая. Никер полностью вылечивается. Полностью. Летит. Проскаутить. Что здесь происходит? Экспанду он здесь не видит пока что. Сейчас должен заметить дерево. Нет, он превращает... Такую спасительную форму в астрал уходит. Короче, тут был дракончик, на картинке остается просто одно небо, по которому дракончик якобы летает. Так, ну и все. Здесь сразу же попадает под жесткий фокус Патмана парус медведем. Здесь наконец-то демона одного поймали. Нет, есть таааа. Демона в смысле поймали безриджуа. Ой, опять оаа. В Древо Вечности гуляет, но здесь такой все битая. Ничего, у него нету 14 голды. Дракончики уничтожают. Джиди! Джиди, друзья. Ооо, слушайте, игра великолепная, нестандартная в исполнении Никера, просто шедевральная 24 минуты. Я сейчас сделаю стоп-старт и игру эту обязательно выложу. Стрим сейчас возобновится, не пугайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok